Пиренейский полуфинал в Донецке. Завтра на Донбасс-арене Испания и Португалия сразятся за место в финале Евро. Обе команды уже прилетели в Донецк хлебом и солью. Встречала футболистов Анастасия Певная. Сборные Испании и Португалии прилетели с разницей в 15 минут. Действующие чемпионы Европы уже выступали в Донецке. Португальцы же играют на Донбасс-арене впервые. На завтрашнем матче ожидается рекордное количество болельщиков за время чемпионата. Донецкий аэропорт примет 120 самолетов с фанатами. По сложившейся традиции, за время Евро утрапа самолета гостей встречают городские власти. Хлеб, соль и каравай с рук украинских красавиц принимает любимец девушек Рональду. Португальцы пересаживаются в автобус и отправляются в гостиницу. На выезде из аэропорта сборную приветствуют фаны. Португальцев среди них единицы, а вот украинки прилет команды, особенно ее капитана Роналду, ждали с нетерпением. Даже фотографии распечатали. Я его люблю, как футболиста в первую очередь. Обец приехал в Украину специально ради игры Рональда. Увидеть кумира в аэропорту парню не удалось. Поклонник расстроен. Я хотел подойти к самолету и увидеть его, но туда не пускают. Надеюсь увидеть его завтра во время игры. Рядом с поклонниками португальцев испанские фаны и журналисты. Также встречают самолет земляков. Мануа называет себя самым преданным болельщиком своей сборной. Мужчина не пропустил ни одной игры испанцев. Испания! Испания! Украина! Украина! Своих завтрашних соперников португальцев испанцы считают сильными, но в своей победе не сомневаются. У португальцев хорошая команда, но Испания чемпион. У нас больше шансов. Испанские и португальские болельщики в один голос уверяют. Друг друга уважают, вражды между соседями нет. Мы дружим, наши страны рядом. Анастасия Певна и Александр Шмырев, телеканал Донбасс.